Хадькову монастырю уже 700 лет. Эту дату женский монастырь отметил в 2008 году. В 2017 году 25 лет возрождения монашеской жизни после разорения. И Покровский монастырь – это неотъемлемая часть земли Радонежской. Это гимн Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, преподобному Андрею Рублёву и Максиму Греку. В общем, это сокровище, которое называется Святая Русь. 14 век. Скромная обитель была, но это очень известное место, как место упокоения преподобных Кирилла и Марии, родителей Великого Годника, преподобного Сергия Радонежского. И поэтому он был тогда особенной опекой Троица Сергиевой Лавры и много уделялось внимания пожертвования в этот монастырь. Он процветал. Сюда шли паломники со всех сторон. Вот главная аллея. У нас террик горожен стеной, и вот ворота, а над вратами храм тоже. И почему именно Кириллу и Марии уделяются громады внимания, это потому что Святая Семья была присутствующая в православной Руси. Только семья могла развердить новые классы христианской жизни. Хасков – это последний приютный для Кирилл и Кирилл и Сергиевого рода. Микольский храм на первом плане в византийском стиле. Конец 19 века. Ангела Соединение Уверху Микольск Никольский собор впечатляет очень красотой своей. Вообще, с древних времен для каждого православного человека имеет значение не только внутренняя красота человеческой души, но и внешнее благолепие Божьего храма. Поэтому уделялось всегда большое внимание. Эта красота внешняя вдохновляла христианина к Богу годной жизни. Прекрасные храмы, которые возводятся здесь за стенами монастыря, воспитывают, учат и возвышают душу человеческую. В середине XIX века прихожан, которые стремились попасть в этот храм и в Катиковский монастырь, очень большое количество было. И поэтому пришла нужда строить новый храм. Старый был разрушен и в конце 1899 года уже обратились к митрополиту Московской духовной конститурии с прошением о разрешении постройки нового храма. Он был построен, вот этот храм Никольский, в византийском стиле. Это был, наверное, первый храм, который уже строился не классическом, а в древне-византийском стиле. Большой огромный купол, вот, громадный купол, который опирается на мощный световой барабан. Двенадцать оконных проемов. Ну, мы сейчас посмотрим с другой стороны. Двенадцать оконных проемов. Мокровский собор Ходькова в монастыре в Женском. Этот собор был построен в 1816 году при митрополите Платоне Левшине. Ну, на этом месте еще раньше был храм, который был разобран, так как был очень неудобен, мал. И уже в 1816 году был отстроен заново. Это предначально был главный собор монастыря. Здесь всегда покоились мощи преподобных Кирилла и Марии. Забор в классическом стиле школа архитектора Казакова, Матвея Казакова. Построил его молодой архитектор Иван Таманский. Маконичный очень стиль с колоннами с трех сторон в портике. Колонны под четыре соединенных. Церковь в плане своем квадратная, пятикупольная. Купола покрыты золотом. Один большой цветовой барабан в центре. Очень симметричное, маконичное здание.